Друзья, приветствую всех! Вы на YouTube-канале УНИА, на который, напоминаю, нужно подписаться, нажать звоночек, чтобы самыми первыми знать о самых важных интервью и сюжетах, которые появляются у нас на канале. Это программа «Аргументы». У меня сегодня в гостях Константин Криволаб, авиационный эксперт. Константин, здравствуйте. Приветствую вас. Давайте начнем с последней. Я все время говорю «последней», в надежде, что это будет последняя ракетная атака по всей территории Украины страной-террористом. И она снова комбинированная. И на что мы обратили внимание, что Ту-95 вылетает не так часто, как в прошлом году, например. И ставка идет на шахеды Х-59, ну и кинжалы. В этот раз, по-моему, нулевое сбитие кинжалов. Как бы вы охарактеризовали эту атаку? И о чем там может говорить вот такая вот комбинация ракетная и шахедная? На самом деле, вот эта ракетно-шахедная комбинация, ее можно уже отнести, знаете, там были времена-то, особенно советские, когда был комплексный обед номер два или там комплексный обед номер один. Вот это где-то так же. То есть используется Х-101, С-195 запускаются и там Х-555. Запускаются обязательные, в этот комплект входит С-300 в сторону Харькова с Белгородщины. Это просто обязательно. Это обязательно предварительно шахеды, которые, ну, как бы проверяют, спит наша ПВО или не спит, подтверждают наше ПВО, что мы не спим, шахеды уничтожают с высоким уровнем поражения, но при этом они там, как бы, свою часть работы делают. И когда уже все, как бы, подготовлено к тому, что проявлены все средства ПВО, то есть Х-101 покружили там над нашими западными регионами или центральными регионами, сделали вот эти вот выкрутасы, выхилясы, но в этот момент взлетают тридцать первые МИГи-Ка и кинжалами бьют по тем точкам, которые их интересуют. В данный момент это все объект инфраструктуры, энергетика, инфраструктура. По Киеву не бьют, потому что Киев от баллистики защищен, и мы давно уже не получали, как бы, проверку по баллистике. Вот один раз проверили, мы отбили, и с тех пор как бы не проверяют. А все остальные регионы, будем называть вещи своими именами, они от баллистики, а тем более от баллистики типа кинжал, ну, по большому счету, так же, как и от баллистики Искандера, это по большому счету, в принципе, одно и то же. Города наши, объекты, не защищены, потому что баллистику может брать только Патриот, либо Сампти, либо Проща Давида, либо система ТАД. Ну, то есть, у нас есть из этого только немножечко Патриота. Поэтому баллистика проходит и поражает объекты. А неужели, мне казалось, Сампти у нас тоже было? Да, и Сампти, я извиняюсь, забыл, Сампти. В Сампти там есть некоторые вопросы, проблемы, но, в принципе, Сампти тоже берет баллистику. Ну, Искандеры не использовались сегодня ранним утром, но использовались предварительно по Одессе, да, накануне прилетели Искандеры. Говорит ли это о том, что Искандеров тоже не густо в Российской Федерации? Понимаете, вот эта вот вся история с вот этими ракетными ударами, это не про войну. То есть, это не про военных. Это про мирное население. Это для того, чтобы мы начали психовать, нервничать, впадать в депрессию, расстраиваться, перезванивать. И говорить, вот это ж как дало, вот это ж как бабахнуло, а ты видела, а как горело, а то... Вот это для того, чтобы это сделать. А для того, чтобы посеять вот такие вот настроения, посеять такие состояния людей, которые, ну, во-первых, практически каждую ночь, если шахеды там не поражают объекты, мы их в основном сбиваем, то они поражают психику нашего населения, потому что люди, хотим мы того или не хотим, но они не досыпают, они не высыпаются. Далее. Стрельба по Одессе, с Крыма, и с Кандерами, это вообще просто, ну, больше похоже на расстрел. Потому что там никто не успевает ни защититься, ни спрятаться, ничего. Там все очень быстро долетает. И это происходит на глазах, ну, скажем, премьер-министра Греции, который говорит, ну, мы можем дать патриот. То есть, мы можем дать вам С-300, но дайте нам вместо этого патриот. Вместо того, чтобы сказать, дайте патриот, мы как-нибудь проживем с нашими системами. У нас их 36 в пусковых установах, и там, наверное, где-то порядка 7 комплексов патриот. Один отдали арабам в пустыню для того, чтобы защищать нефтяные промыслы, потому что это как бы надо. А Украина, ну, как-нибудь там, ну, поторгуемся по поводу С-300, может быть, выторгуем себе еще дополнительный патриот. То есть, это вся цинизм вот этих наших партнеров, их обеспокоенность, глубокая обеспокоенность. И объятие плачут друг у друга на плече, что как же так мы не обеспечили Украину этими системами. Да, с 22-го года вас просят обеспечить. Да, кстати, сегодня в Брюсселе было сказано о том, что 7 патриотов нужно дать, либо вот весь бюджет не будет принят. Как думаете, дадут? И эти 7 патриотов на сколько нам помогут? Ну, 7 патриотов, 7 комплексов патриота, это, значит, соответственно, умножьте либо от 4 до 8 на количество пусковых установок. В каждой пусковой установке, в зависимости от того, баллистическая ракета, либо это аэродинамическая цель, либо 4 ракеты, либо 16 ракет, либо там комбинация этого. Ну, там таких 4 тубуса, в которые входит либо одна ракета, либо 4 ракеты. Ну, 4 ракеты, которые как раз бивают баллистику. Так вот, это, ну, как бы серьезно усилило бы нашу оборону, потому что если представить себе эту ситуацию, то, ну, вот, скажем, на Харьковы дают прощу Давида, дают F-16, разрешают спокойно бить по территории России, если там производятся запуски в нашу сторону. Я не говорю там по всей территории России, просто вот если нанесен удар S-200, то мы имеем право там ракетой JASM долбать по этой пусковой установке, которая запустила S-300, да? Ну, чтобы не было желания просто в следующий раз спускать S-300. То Харьков защищен, потому что там больше ничего действовать не будет. Там не будут залетать ракеты КАБы, то есть ракеты-самолеты с КАБами, там не будут летать S-300, а с шахедами, я думаю, справляться мы уже давным-давно научились, и если Харьковская там администрация позанимается этим вопросом, то, я думаю, в очень коротком времени вопрос шахедов будет для Харькова и Харьковской области решен. Теперь аналогичная ситуация по Одессе. Ну, допустим, там с Одессой там, скорее всего, будет более актуально, я так думаю, потому что немножко другие задачи. Там очень большой урон наносят ракеты «Оникс», которые противокорабельные ракеты, их выпускают с береговых комплексов, как бы противоракетных, но они летят очень низко над землей, и они адаптированы для того, чтобы там поражать цели вдоль берега, но их очень трудно обнаружить, потому что они очень низко над землей летят. Показатель там даже при шторме 7 баллов, она летит в 7 метрах над землей. Ну, то есть, это серьезная такая ракета, то есть, ее просто не хватает времени ее увидеть. Поэтому там не нужны несколько другие системы, но такие системы есть. А вот как только это все дело будет, что у Путина остается? У Путина остается мясо, остаются кабы вдоль линии фронта, которые они еще будут бросать. Если появляются F-16 с нормальными радарами, с нормальными ракетами, то Су-34 особенно себя там фривольно чувствовать не будут. Потому что даже если мы получим те же самые 6 самолетов, они подобные задачи смогут решать. Сложно будет, надо будет менять экипажи, надо будет ускоренно отрабатывать все процедуры обслуживания этих самолетов. Но это уже существенное снижение, ухудшение качества российских атак. Существенно. Я именно говорю о качестве. Они будут стремиться к количеству, но когда качество совсем другое, то с этим значительно проще бороться. И дальше остаются только уже Искандеры, и остается баллистика, которую они могут бить по остальным городам. Если есть необходимое количество патриотов, я думаю, что 7 может там в полном объеме не хватать. Но я не жадничаю. Но было бы немножко, хотелось бы больше. Потому что у патриотов есть там некоторые проблемы. Но мне больше в последнее время для такого объектовой защиты мне больше нравится праща Давида, потому что она более современная, она более мобильная, она более скоростная, и она значительно более дешевая. Ракеты дешевле, буквально в 3-5 раз. Но израильтяне... Да, да, да. Израильтяне продали, вернее, не то, что продали, получили разрешение от американцев, потому что это совместная разработка Рейтон и Рафаля израильского. И они продали это дело финнам после согласия американцев. Ну, то есть, когда израильтяне с американцами договорились, как они делят прибыль от этой сделки и в какие технические там решения можно закладывать, какие нельзя, потому что не все закладывается, то финны с 23-го году подписали этот контракт. Он не будет выполнен мгновенно, чтобы вы понимали. Это не товар на складе, который лежит. Его надо изготавливать, его надо запускать. Хотят аналогичные системы и поляки, и румыны, и, по-моему, и немцы хотят. Но пока там не все. По-моему, поляки получили разрешение от американцев на 12 пусковых, а контракт типа что-то есть на первые 6. Но не хочу врать, потому что там... Короче, там какие-то разговоры были. То есть, все эти системы хотят, но они не очень быстро изготавливаются. Это серьезное высокотехнологическое оборудование, которое там за недельку не делается. У нас есть шансы получить это проще Давида? Ну, наш посол Израиля там буквально на днях сказал первый раз за всю историю, что он удовлетворен отношениями между нашими спецслужбами. И думаю, что после того, как там Дугин заявил о том, что Иерусалим – это мать городов русских, и скоро мы будем по нему бомбить, скоро мы будем его стрелять. Он должен быть наш, он должен быть русский, туда придет царь царей. Вообще у человека там такие уже такие-то. Там уже не бабки, там не тараканы, там какие-то. Я не знаю, кто там бегает. Но после этого, когда в отношениях между Россией и Израилем пропали какие-то иллюзии про добрых русских, хороших русских, которые там все знают, понимают, у них какая-то таинственная душа, то я думаю, после этого как бы все вопросы переговорные, которые Израиль раньше не хотел вести, помогал, но не хотел это делать открыто, я думаю, сейчас это как-то изменится. Вот у меня такое ощущение. Потому что, в принципе, та ситуация, в которой мы сейчас оказались, мы, израильтяне, израильтяне эту ситуацию как бы прочувствовали и поняли давным-давно, что надо рассчитывать только на самих себя. И надо делать свою армию, свое вооружение. И даже когда они получают F-35, они его там фаршируют своей электроникой, получают F-16, фаршируют своей электроникой. И, ну, во-первых, это дополнительная стоимость, которая создается собственной экономикой, да, с одной стороны, а с другой стороны, это обеспечивает их такую диверсификацию и независимость от других стран. Так вот, мы сейчас, когда мы оказались в ситуации, с точки зрения бизнеса, мы вели политику совершенно не диверсифицированную. А должны были бы вести такую диверсифицированную политику, в том числе и со всеми нашими партнерами, раскладывать риски. Но я понимаю, что мы очень торопились, мы были не готовы эмоционально, психологически мы были не готовы к этой ситуации, большой войны. И получилось так, как получилось. Могло получиться значительно хуже. Хорошо, что получилось хотя бы так. Но сейчас мы должны понимать очень хорошо и приобретать израильский опыт для того, чтобы выстраивать нечто подобное. С одной стороны, мы хотим, чтобы у нас было как в Израиле, а с другой стороны, мы не хотим быть израильтянами. То есть мы не хотим, чтобы наши дети воевали в армии, мы не хотим, чтобы служба в армии была почетным делом, мы не хотим, чтобы мальчики и девочки в общественном транспорте ездили с автоматами при полном снаряжении, как это и есть в Израиле. То есть мы хотим быть такими, знаете, частично беременными. Мы хотим какую-то часть беременности взять на себя, но за отцовство не отвечать. Вот как-то вот так. К сожалению. А надо взрослеть. Взрослеть надо. Да, будем взрослеть. А я думаю, тут еще такое, знаете, шлейф с постсоветских времен недоверия к армии, недоверия к командованию. Но вот получается, что эта война, она выкристаллизовывает отношения к армии, к нашим тем ребятам и девчонкам, кто служит, и это уважение к ним, и то, что вот они герои. Я думаю, что это постепенно будет выкристаллизовываться. Тала, извините меня, но понимаете, здесь ситуация в чем? Здесь не наши люди, не наши ребята, не наши мужики виноваты в том, что такое есть отношение. Нет, они не виноваты, я же говорю, это вот этот советский шлейф. Каждый израильтянин знает, что в случае, если там объявляется тревога, там три зеленых свистка, то он делает это, а если три синих свистка, он делает это. И каждый знает и научен, что он должен выполнять. И у него не возникает вопросов, а хорошо это, а плохо, а что скажет моя бабушка, а что скажет моя девушка. Он поднялся и пошел, потому что если он не поднимется, не пойдет, на него пальцем соседи будут тыкать, и говорит, кто ты такой. А у нас вся система мобилизации была связана с ужасом, то есть с неопределенностью. Человека больше всего пугает неопределенность, когда он не знает, кто он, где он, что он будет делать. Он не обучен, он не подготовлен. Рассказы про эту армию, вот эти все фильмы, которые мы пустили в наше сознание, это вся Российщина, со всей этой дедовщиной, которая, ну, еще 20-25 лет в нашей армии тоже была дедовщиной. В некоторых там частях она не в том виде, но какой-то вид буллинга все равно существовал. Ну, где-то до 14-го года реально. Потому что те же самые командиры, которые подчинялись гражданам России, которые в это время были там начальниками Генштаба, министрами обороны Украины, граждане России, да, то они эту всю систему не пытались ни перестроить, ни реорганизовать, ни сделать армию более эффективной, ни сделать армию более совершенной. Поэтому тут удивляться особенно нечему. Я с вами абсолютно согласна. Хотелось бы, знаете, услышать ваш комментарий по поводу того, что пишет The World Street Journal. Они пишут о том, что ударами по украинской энергетике Россия закладывает основу для нового наступления. Цель – истощение украинской ПВО, отвлечение ресурсов в СУ от линии фронта. Но недавние атаки на энергетические объекты направлены не только на повреждения сетей, но и на объекты генерации. Они становятся более точными и концентрированы. Ситуация с противовоздушной обороной Украины может стать весьма критической к лету, что считает военный аналитик Франц Штефан Гадди. Или Гадди. Как вы считаете, вы согласны с этим, с этой публикацией The World Street Journal? Я не могу там точно сказать по срокам, но если нам наши партнеры не будут поставлять системы ППО, причем в тех объемах, на которые они обещали, которые они там, рыдая на жилетке, клялись верности и любви, что никогда не оставят, меня еще в те времена интересовал вопрос, не оставят в какой точке. Там уже там, в какой точке не оставят наедине. То рано или поздно этот сценарий будет реализован. Я просто в этот сценарий не верю. Почему? Потому что тогда им придется самим заниматься своей армией, войной с Путиным, потому что Путин, все уже, я надеюсь, понимают, что Путин не остановится, если Украина упадет. Путин не остановится, он пойдет дальше. И он пойдет уже с помощью тех же самых украинцев, которых он оденет в оковы, там как бурлак на Волге заквьет, у них большой опыт принуждения, и это все будет идти на ту же самую Европу. И я не исключаю, что будут настроения, что давайте отопстим этим европейцам, которые нас оставили одних. И это будет, в общем-то, в какой-то мере справедливо со стороны украинцев. Потому что по поводу Украины, которая друзья там звонят, пишут и говорят, какой ужас, какой ужас, нас не будут брать в НАТО. Я говорю, а кто кому больше нужен? Мы НАТО или НАТО нам? Потому что мы сейчас защищаем НАТО, не НАТО нас защищает, а мы защищаем НАТО. Ну реально. Я не фантазирую, я не больной человек, я говорю реальные вещи. Я сужу просто по тем фактам, которые есть. Какая-нибудь НАТОвская армия, самый совершенный спецназ мог бы делать то, что делают наши ребята сейчас на фронте. Это никогда. Они бы на это просто не подписались бы. Как без памперсов воевать? Непонятно. Сто процентов. А давайте поговорим о нашем отечественном ВПК. Он не стоит на месте. Наносятся ответные удары по территории Российской Федерации. Вы уже скользко коснулись этого. В том числе было громко в трех приграничных областях сегодня ночью. На днях жителей Белгородской области засняли первый полет анонсированного реактивного дронового СУ H.I. Саттон. Что из себя он представляет и может ли ПВОРФ бороться с этой птичкой? Тут я немножко вас извините поправлю. Вот этот H.I. Саттон это фамилия это инициалы или никнейм комментатора блогера в Твиттере либо в Иксе. А на самом деле он комментировал просто один из наших беспилотников который имеет турбореактивный двигатель. То есть он летает значительно быстрее чем тот же самый какой-нибудь дрончик с пропеллером. Но у нас этих разновидностей там 5 или 6 видов сейчас уже. Они надо понимать что машины ну вернее беспилотники с турбореактивными двигателями они имеют меньшую дальность но они имеют большую скорость. За счет того что они имеют большую скорость они все в принципе у них конфигурация более-менее одинаковая. Это как правило летающее крыло в том или ином виде либо шахет это такое самое крайнее состояние летающего крыла. А это могут быть ну просто вот такие вот самолетики с треугольным крылом у которого там есть где-нибудь там пристроены воздухозаборники сзади стоит турбореактивный двигатель небольшой там самый простейший. В носу сконцентрирована разрядчатка за разрядчаткой топливный бак и вот эта вот вся штука достаточно быстро летает. Дальше вопрос ее эффективности с точки зрения управления наведения нечувствительности к РЭБу но это вопросы которые там меняются в течение двух-трех недель. то есть сейчас вот эти вот все вопросы системы наведения уходы от РЭБа собственные системы подавления спуфинги джемминги это все очень быстро меняется очень быстро меняется поэтому ничего удивительного в этой машине нет это естественный этап нашего развития вопрос как сможем мы мы научились делать хорошие вещи реально хорошие вещи в том что касается БПЛА мы не научились сейчас их быстро запускать в серию у россиян этих видов совсем немного ну фактически из таких камикадзе это шахет который вот в этой Елабуге по которому там прилетало а у нас значительно больше этих разновидностей разные компании разные решения реализованы с точки зрения управления защиты связи РЭБа системы точности системы наведения размера там боевой части дальности но это есть действительно разнообразие там где-то 5 или 6 моделей причем на средние дистанции на дальние дистанции я еще не говорю потому что есть задачи как бы дальнего поражения это один уровень задачи есть задачи поражения там на дистанции 300-400 500 километров и там целей хватает потому что фактически все подмосковье в эту цель и входит а большая скорость для таких дрончиков в чем их преимущество она нужна для того чтобы системы ПВО или россиян фактически против беспилотников сейчас еще нет систем вот более-менее из-за может справляться в какой-то мере там малые тактические комплексы в том числе там панцирь С но и то они не заточены под это они под это не заточены там должна быть совокупность система обнаружения система целеуказания и система стрельбы это все должно быть очень быстрым так вот они не справляются с обычными которые летают на скорости 150 км в час а что будет если будут лететь на скорости 300-400 км в час но это для них вообще будет там такая небе ручка так называемая поэтому эти машинки отрабатываются и как в прошлом году отрабатывались летачки с пропеллерами так в этом году отрабатываются турбореактивные и думаю это надо для того чтобы проходить системы ППО которая связана уже непосредственно с ВПК потому что вот Подмосковье и ВПК они еще более-менее туда постягивали и пытаются как-то охранять но там же очень высокая плотность застройки и когда вы там ракеты С-300 пытаетесь или С-400 что-то сбить вы даже его сбиваете но обломки все равно падают на голову они не утилизируются там аккуратненько на свалку не была система предусмотрена то что она будет падать с чем-то сбитым вот где-то вот так кстати вот по поводу опять-таки наших дронов одно из грубо говоря не могу на русском вспомнить мне тоже бывает то есть в общем чтобы нас меньше обомбили это уничтожение до 95-х уничтожение то с чего запускается крыло да да и вот есть дроны способные оказывается долетать до оленей и до Урала что это за дроны и вообще реально ли дронами уничтожить и уничтожать стратегическую авиацию заводы различные военные объекты именно на таком расстоянии отсутствие у нас ракет дальнего действия там на уровне крылатых ракет отсутствие у нас Ф-16 запреты на использование западного оружия по территории России заставили нас хотели мы очень сильно сопротивлялись но заставили нас заняться серьезной разработкой беспилотников если в 22-м году мы говорили что ну мы я себя и в этот список не включаю да у нас говорили о том что вот эти вот свадебные дроны это все ерунда это полный бред хотя то же самое наша КБ Луч с Коростылевым они уже к тому времени там Сокол-300 у них была фактически доведенная разработка уменьшенная копия Байрактара она не была копия она разрабатывалась сама по себе но это все равно еще как бы не совсем то дрон должен иметь для каждой задачи свои уникальные исключительно для этой задачи характеристики то есть это конструктор лего должен быть да то есть какая-то там модель на которую ты можешь прицепить в зависимости от того против каких систем рэп ты собираешься работать собираешься ты сам подавлять рэп может идти роить дронов еще такого нет но одна часть которая там подавляет да чужой рэп подавляет чужие системы другая часть которая несет боевую нагрузку третья часть которая дает ориентацию потому что ну там есть очень старая советская разработка гранит ракета п-70 комплекс гранит это противокорабельный но он там 60-х 70-х годов но я считаю что эта разработка это вообще вершина советского технологического уровня вот дальше вот дальше уже ничего не было потому что этот комплекс гранит он потом превратился в ракету оникс он же превратился в ракету циркон то есть это дальнейшее развитие но ни в ониксе ни в цирконе не осталось тех вещей которые были заложены в гранит а гранит представьте себе там уже в 60-е 70-е годы была система наведения с помощью данных спутников запускалась специальная группа спутников еще тогда не было понятия gps глобальная система позиционирования но уже тогда наведение этой ракеты цели указания ее ориентация производилась с помощью спутников ракеты могли выполнять фактически решали задачи управления роем одна ракета летит высоко наблюдает за маршрутом как бы ориентируется а под нею на связи с этой ракетой летят другие точно такие же но те которые будут наносить поражение а та которая летела сверху будет ими командовать они прилетают и самостоятельно без связи с центром потому что эту связь было невозможно организовать они решали уже проблемы искусственного интеллекта сами разбирали между собой цели какая ракета попадает в какой корабль и обязательным условием было что две ракеты в один корабль попадать не должны 60-е 70-е годы вот я говорю что Россия вернее Советский Союз достиг своего такого максимального расцвета вот в эти годы вот как бы подтверждение я говорил что там до 80-х но где-то вот оно так и есть и эта ракета кстати до сих пор на вооружении но она уже сейчас снимается они собирались ее заменять цирконами и одна и та же пусковая остановка должна быть для цирконов калибров и ониксов но сейчас там цирконом как бы не заладилось оникс не так хорошо себя показывает и не так много его можно изготавливать как это ожидалось калибры тоже себя не показали как эффективное оружие поэтому я думаю в какое-то время еще россияне этот комплекс гранит будут держать на вооружении а чем его можно сбить а он он не для нас это он противокорабельный его для того чтобы выпустить его можно выпустить там где-нибудь там на северном море пускай финны и норвегии этим делом занимаются у них для этого есть все что им для этого необходимо сейчас россияне очень боятся что с расступлением финляндии в нато там же до всех этих североморского до всех этих северных баз флотовских там очень кроткая дистанция там грубо говоря там в территории финляндии а так как финляндия часть нато и американцам уже предоставлена часть военных баз под управление и россияне и россияне страшно боятся что их ядерные триаде как бы большие неприятности могут быть потому что атакам за 300 километров они добивают до всего там североморска северодвинска и всего севера там где все эти флота там где все эти верфи там где все эти базы военные там сумасшедшая концентрация и оленья это одна из этих баз это просто аэродром подлета на котором сейчас устроили общежитие для Ту-95 я говорю общежитие потому что они там мало места физически это был самолет подлета из Энгельса взлетали Ту-95 заправлялись там нагрузкой боевой долетали до оленей заправлялись до конца фактически олень это была взлетка и бензобак керосиновая в емкость заправлялась и тогда уже летали там по всему северному рядовитому океану по Балтике запугивая всех своим могуществом и возможностью там на этих консервных банках 54-го года разработки запугивать Америку Канаду Северную Европу и остальную Европу что мы такие страшные ребята поэтому сейчас американцы очень беспокоятся под возможностью легкого поражения там в два щелчка всей этой сумасшедшей триады кстати опять-таки возвращаясь к нашему ВПК Зеленский анонсировал сюрпризы ракетной программы Украины и заявил о серийном производстве и новых образцах ракет о чем может идти речь если у Украины подобные разработки или те которые нужно довести до ума по примеру например обновленного Нептуна и уже россиянам берещатся украинские громы ну вот смотрите традиционный путь по которому идет американский ВПК европейский ВПК это делается сначала хорошо делается противокорабельная ракета потому что противокорабельная ракета с точки зрения ракетостроения она является наиболее как бы сложной а потом когда ты начинаешь ее модернизировать и упрощать у тебя появляется может быть и авиационная версия и наземная версия и зенитная версия ну то есть весь ассортимент поэтому когда Нептун стал таким надежным оружием противокорабельным и он себя подтвердил уже неоднократными пусками я думаю что сейчас будет достаточно серьезное развитие оно и раньше шло но там были проблемы с поражением наших производственных мощностей ну там были проблемы но и работы эти не прекращались поэтому все что связано со всеми видами Нептуна все что связано с развитием Нептуна в ракету крылатую ракету там большого дальнего радиуса действия там сейчас задекларировано где-то на уровне 640 километров в дальности но я так сравнивая просто эту ракету по массогабаритным характеристикам то есть вот как вот если остальные ракеты в мире летают на полторы а Нептуна на 640 то значит можно это довести его до состояния когда он будет летать на полторы тысячи километров вот у меня такая логика именно сравнение массогабаритных характеристик далее у нас есть все что связано с разработкой оперативно-тактического ракетного комплекса ну это что такое система атакам это оперативно-тактический комплекс ракетный система Искандер это тоже оперативно-тактический комплекс оперативно-тактический ракетный комплекс и в рамках этой разработки их раньше когда еще действовали все эти договора на ограничение по средней дальности до 300 километров то было заявлено что гром 2 разрабатывается до 300 километров но учитывая то насколько нам необходим подобный комплекс и учитывая то что нам его надо в громадном количестве я думаю что Зеленский имел ввиду именно вот эту разработку и дальше еще но никто не отменял все разработки которые связаны с простым комплексом Ольха Вильха украинским это фактически на дальнейшее развитие всей этой ветки которая начинается от града и дальше пошла смерч и прочее прочее то есть вот это эти системы они эффективны они работают и все может с ними получаться я хотел сказать еще когда мы говорили можно ли с помощью дронов поражать самолеты на аэродромах мы как и ушли от этой темы вы меня увелили я сам ушел но как-то получилось то есть вот эти последние удары по аэродрому они производились и там был боезаряд кассетный а кассетный боезаряд который взрывается вот фугас который там взрывается скажем на земле но даже если он взрывается там на какой-то части на каких-то метрах над землей он не имеет того поражающего эффекта, который имеет кассетный. Потому что кассетный, если он даже там пробил дырочку 5 мм, то машина уже после этого никуда не полетит до тех пор, пока не найдут, чем было поражено, и не залатают эти все маленькие дырочки. То есть, если разрывается кассетный боеприпас, то считается, что это наиболее эффективный способ поражения целей, установленных на аэродроме. То есть, оно получается, как поражает большее количество объектов на аэродроме. Кстати, в Российской Федерации назвали сегодняшние удары по Украине ответом за украинские удары по российским НПЗ. Получается, что эта тема на самом деле очень сильно беспокоит Кремль. И получается, что враг не очень способен бороться с массированными украинскими атаками, включая вот то, о чем мы сейчас говорили, о поражении кассетными боеприпасами аэродромов тех же. Ну вот, первое. То, что россияне начали вот эти вот глобальные геноцидальные террористические атаки, и в этом сезоне они начали 29 декабря прошлого года, с этой большой атаки на Киев, анонсировали ее, то дальше это было просто развитие. Они хотели такой бы темп поддерживать, придерживать долгое время, но у них что-то там в логистике не получилось, не сложилось. Поэтому они немножко растянули весь этот процесс. А сейчас они вышли на такой, как им кажется, на более-менее стабильный режим, потому что вот тех же самок Ту-95, их, я так понимаю, осталось 18 единиц. Хотя вот в этой первой атаке 29-го числа, 29-го декабря, их там было 20. Да. А сейчас их летает не больше 18. И по сообщениям Гура на Оленье и Энгельсе, больше 18 машин, ни разу не было такого сообщения. То есть две машины у них куда-то либо списали в утиль, либо улетели в Украинку. В Амурской области вторая большая база дальней стратегической авиации. Теперь то, что касается поражения НПЗ. Если мы возьмем, я вот не поленился, сделал себе в Excel табличку, в которой взял все эти НПЗ, поставил их производственную мощность, уточнил, потому что там старые были данные, там у многих эти мощности возросли. Я не влазил там уже в подробности, сколько у них этих ректификационных колонн, которые были поражены. Но если посмотреть всю производственную мощность суммарно этих предприятий и объекты, которые мы поразили, то это получается более 50% поражено российской нефтянкой. Это не значит, что 50% на 50% уменьшилось. Потому что, ну, я не знаю, не проверял, какое количество колонн и где там атаки были, и уровень повреждения разный на всех этих НПЗ. Но то, что это охватило, и это как бы и люди, и персонал, и владельцы этого бизнеса, и население местное, охватило 50% НПЗ, это факт. И последние данные по российской статистике, производство упало на 15%, они сейчас компенсируют это за счет белорусского бензина и за счет казахстанского бензина. Но я считаю, что атаки эти не должны прекращаться, несмотря на все заявления американцев о том, что это может подорвать цены на мировом рынке. Это никак не связано с ценами на мировом рынке. Это долгая история, это можно рассказать, но это просто так сейчас коротко не связано. То есть отношения российских НПЗ не связаны с ценой на нефть на мировых рынках. Это, скорее всего, связано с политикой, вот такие заявления, такие запреты, это, скорее всего, связано с политикой Салливана о том, что не надо дразнить Россию. Но он просто не жил в этих условиях, он не имел дела с хулиганами и бандитами дворовыми. Я вот точно знаю, что если ты только один раз дашь ему какое-то там послабление со своего глубокого детства, я это все хорошо знаю, то ты будешь получать и дальше. А если ты один раз там перетерпишь боль, получишь там рваные штаны, разбитую морду, синяки под лозами, но тебя будут уважать за то, что ты стоял. Да, кстати, во время операции «Буря в пустыне» тоже союзники бомбили нефтяные... И ничего не случилось. Да, и что-то никто ничего никому не говорил. Возможно, выборы все-таки в Соединенных Штатах Америки имеют большое влияние на войну в Украине. Мы уже видим, как нам дают помощь. И вот эти истории «не бомбите НПЗ», ну серьезно, нашу инфраструктуру можно уничтожать. А там ай-яй-яй, ну вот правда, если честно, грубо говоря, бесит, если таким уже простым языком. Это даже ты понимаешь, что люди живут в другой реальности. Абсолютно, абсолютно. Ну то есть... Они не понимают, что... Они говорят так, вас там бьют без правил, а вы будьте джентльмены, делитесь по правилам, ниже пояса не бить. Да, типа серьезно. Серьезно, да. Мы имеем дело вообще с террористами, это уже понятно, уже третий год полномасштабной войны, да, десятый год войны, и еще кому-то что-то непонятно. По поводу еще Крымского моста. Все чаще представители Киева и военного командования говорят об его уничтожении, Керченского, да, я прошу прощения, в этом году, либо скоро и так далее. И если с нашумевшими дронами все понятно, опять-таки возвращаемся к воздуху. Можно ли уничтожить мост с помощью ракет? И особенно вот, да, интересно, мы с вами говорили об анонсировании развития ракет нашего украинского ВПК. Ну, смотрите, подобные мосты как раз и поражаются с помощью ракет. И ракета «Таурус» называется убийца мостов. Ух ты. Уничтожитель мостов. Потому что у него там есть одна из модификаций, у него там где-то 6 или 8 модификаций различных ракет «Таурус». Они имеют там двойной такой бронебойный заряд. Один как бы взрыхляет, другой там проходит глубже, проникает и разрывает это все. И если помните вот это то, что в сеть слили обсуждение немецких генералов, которые обсуждали, как это дело бить. Ну, да, это сложная штука. Это же надо хорошо прицелиться. Это надо же хорошо попасть. Ну, то есть для них то, что оно это можно сделать, у них сомнений не вызывает. Они просто обсуждают, как это практически с наименьшими затратами сделать, и какая нужна еще дополнительная поддержка. Потому что, ну, любая серьезная современная атака ракетная, она не связана только там с тем, что ты запускаешь кучу ракет. Это вот то, что я вам рассказывал про этот комплекс противокорабельный гранит, который, одна ракета летит сверху, другие снизу. Точно так же вот в ракетах «Стормшедов» и «Скальп» используется другая ракета «Приманка», которая идет впереди, выявляет, вызывает как бы огонь на себя, а дальше вслед за ней проходят все остальные «Стормшедов» и «Скальп». Это сейчас таких средств, разнообразие таких средств, ну, не могу сказать, что там громадное количество, но, как правило, в каждой более-менее эффективной атаке такие средства используются. И то же самое используется для работы дронов. То есть идет не все одинаковые там, выстроенные в шеренгу под барабанную дробь, а все выполняют, каждый выполняет какую-то свою задачу. Не у всех задачи поражения. Скорее всего, все не вернутся, но не у всех задачи стоит поражение. Есть те, которых задача есть летать как можно дольше, собирать информацию, каким-то образом ее передавать, ну и так далее. Хотелось бы резюмировать по поводу ракетных атак. На протяжении этих двух захакам лет обсуждается, какое количество у России осталось ракет. Сейчас, наверное, правильнее говорить о том, какое количество она способна производить, чтобы терроризировать, кошмарить, убивать мирное население и геноцидить нашу инфраструктуру. Есть ли у вас какие-то данные, возможно, понимание, какое количество этих ракет вообще способно нас поражать? И, кстати, калибров-то вообще не видно в последнее время? Ну, они просто только совсем недавно смогли перетащить или поставить другой комплекс по загрузке калибров на корабли, потому что до этого был только в Севастополе. И они в Севастополь уже перестали рисковать, заходить, потому что наши дроны, они там достаточно эффективны и вызывают большие опасения. Потому что громадные корабли, которые являются гордостью флота, гордостью нации, там же у Путина даже есть какой-то костюрчик военный с кортиком, что он типа там офицер морского флота. Ну, это же так красиво. И это его гордость, его российский флот, он же как бы себя там к Петру Алексеевичу примеряет, который прорубил окна там в Европу. А здесь уничтожение там, ну, дрончиком с мотоциклетным двигателем, водометом там, гордость российского флота, ну, как-то вот тяжело с этим смириться, поэтому он очень расстраивается. Поэтому, чтобы не расстраивать Владимира Владимировича, руководителя Черноморского флота, несмотря на то, что их там поменяли, но они все равно в Севастополь стараются не заходить. Поэтому мы не видим калибра. То, что касается способностей, то если там, скажем, 22-23 год можно было получать плюс-минус объективную информацию с чем-то, сравнивать там разные источники информации и чего-то там анализировать с конкретными цифрами, с прямыми цифрами, то сейчас приходится оперировать какими-то косвенными данными, сравнениями там скорости расходования ракет, количество ракет, которые сейчас используются, учитывать там какие-то политические моменты, потому что, ну, вот численность 850-900 ракет, о которых там говорил Буданов и разведчики наши, это фактически неприкосновенный запас. Но они давным-давно уже, они этот ракет, запас, они давно сожрали с Суровикиным, потом они начали его нагонять, восполнять, и судя по темпам его восполнения и теперь нынешнего использования, они остались где-то на том же уровне по количеству производства этих ракет, которые и были. Несмотря на то, что они там по некоторым производствам ушли в две смены, в три смены, то, что они там декларируют увеличение, я не вижу фактически никаких косвенных признаков, что им удалось увеличить производство ракет большой и средней дальности. Ну, то есть, это Х-101 и Х-555, это все, что касается Калиброва, это все, что касается Искандеров, Кинжалов, вот как было вот на том уровне, который был там, 100-120 ракет, в чем вначале было вообще там 140, но где-то реально, я думаю, все-таки 100-120. И еще раз подчеркиваю, это исключительно данные, которые связаны с попыткой найти какие-то логические балансы между производством, расходом, накоплением, текущей там военной ситуации. Поэтому тут ошибка может быть очень серьезная, я сразу же об этом хочу сказать. Ну да, все равно не прекращают нас терроризировать. К сожалению, время неумолимо бежит, хотя хочется слушать вас и слушать. Я благодарю вас. И смущаетесь. И смущаетесь, правда. Я уверена, наши зрители в комментариях подтвердят то, что очень интересно, тем более, что это касается каждого украинца, который, как вы сказали вначале, не спит ночами, и понятно, что сломать нас не получается, но нервы потрепать вполне. Я напоминаю нашим зрителям, что нужно подписываться на Униан, ставить лайк этому видео, оставлять свои комментарии, мы всегда их читаем. Константин Криволап специально для программы «Аргументы» для зрителей канала Униан. Спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»